И следующая тема, которая обязательно в подготовке Алиф-команды, это тема «Как вести малые группы». Мы помним, что малой группой мы называем руководителя группы, или еще говорим «лидер столика», помощник, и до шести человек гостей Алиф-клуба. Вот это уже и есть малая группа. Мы еще проще говорим «столик», это можно говорить «руководитель столика», это так попроще просто. И общая цель малой группы, как и всего в принципе курса, это привести людей к Господу. Это цель Алиф-курса, Алиф-клуба, это цель малой группы. И есть шесть, можно еще раз писать, шесть целей, под целей, или шесть целей малой группы. Первое. Это дискуссия. Я вообще-то, ну, читаю у некий Гамбла, да, вот мы читали, вот то, что как у них проходят клубы. Где-то что-то добавляем, так добавили хорошее, наше, семейное, еврейское. И вот мы получили вот такую модель, хорошую разработанную модель Алиф-клуба, вот это. И этой моделью делимся с вами. Значит, малая группа. Мы для того, чтобы малая группа была эффективна, чтобы дискуссия прошла очень хорошо, мы вчера говорили, мы стараемся удачно посадить руководителя и помощника, или руководителя и двух помощников. Потому что вдруг попадется за столиком два человека, которые очень любят поговорить. Что делать четверым, да? Ну, это уже редкость, наверное. У нас не было такого, чтобы три одинаково говорящих попадало. Тогда они будут слушать друг друга, да? Вот так что дискуссия, чтобы дискуссия проходила хорошо, нужно удачно посадить людей. И роль лидера и роль помощника очень важна в этой дискуссии. Иногда бывают люди, не принимают участия в дискуссии, которые приходят на Алиф-клуб. Или потом вообще даже, бывает, не приходят. Из-за того, что или лидер, он пассивен, он не задает важных вопросов. И потом какие-то вопросы я потом скажу. Он просто молча сидит и не вдохновляет людей. Или наоборот, он говорит за всех. У нас был такой случай, у нас вот был брат, который, ну, он вообще сам по себе был человеком, который любит поговорить. Много знает, много любит поговорить. И когда мы проходили обучение, ну, молодец, вот он вот слушался, все. И когда подошло дело к самому Алиф-курсу, Алиф-клубу, я стала обращать внимание, что вот как не посмотрю на его столик, а он и говорит. А люди вот так вот... Это тоже хорошо. С одной стороны, вроде бы люди что-то принимают. Но подождите. А цель какая вот этой малой группы? Цель самой этой встречи, вот именно за столиком, чтобы человек раскрылся, правда же? Чтобы он стал что-то говорить. Вот, ну, мы этому брату мягко сказали, что чуть-чуть немножко надо... Ну, слава Богу за послушание, слава Богу, что брат послушан, что, ну, принял, конечно, и... Вот, но он старался, он старается вот как-то, все где-то прорывается еще иногда. Ну, он над этим работает. Вот. Это очень важно, когда человек говорит, потому что, когда человек понимает, что он приходит молча, молча выслушивает тему, молча выслушивает потом руководителя малой группы, и потом уходит, ну, это никакого результата, никакой, ну, это вообще неэффективное введение малой группы. Я хочу сказать, что лидер еще за столиком, он должен быть достаточно гибким, чтобы вовремя можно было сменить тему обсуждения. Бывает такое, что люди, когда сидят за столиками, они внимательно слушают тему, тема заканчивается, и при обсуждении они вспоминают то, что они не договорили на теме за ужином, и начинают договаривать эту вот ту необсужденную, ну, ту тему, которую они обсуждали раньше. Или что-то они совсем другое начинают говорить, отвлеченное от темы. Вы знаете, что просто сказать человеку, так, Фаина, давай, ты не по теме говоришь сейчас, вот это была тема, вот давай мы сейчас будем говорить только по теме. Ну, это немножко, ну, неправильно, мы обрежем человека, мы его немножко поставим в неловкое положение. Вот. А нужно быть достаточно гибким и мудрым. Но как мы это достигаем? Опять же, молимся и просим у Бога мудрости, да? Вот. Для того, чтобы очень гибко свинить тему и направить ее в нужное русло. Вы знаете, сейчас я, например, не могу дать вам, вот можно сейчас задать вопрос, а вот что делать в такой ситуации, если человек делает? А что делать в такой ситуации? Ситуаций может быть очень много. Вот. И нужно всегда просить водительства Духа Святого, чтобы действительно правильно, быть правильным в этом положении. и очень внимательно слушать темы, которые даются на алиф подготовке. Когда обсуждается тема, чтобы не сильно уходить от этой темы где-то в другое русло, можно задавать такие вопросы, такие общие. Например, что вы думаете по сказанным, о сказанном? А вот ваше мнение о том, что вы слышали? Или когда вот молятся, говорят, что вы почувствовали? Что вы чувствуете? Кстати, у нас тоже был такой случай, но это не на алиф-клубе, у нас одна была женщина, такая хорошая, интеллигентная, еврейская тетечка, и она вот, за нее когда молились, вот она говорит, я так хочу. Да, да, и служитель не знает, потому что мы это ее знаем. Она молится, вот служитель подошел, не знает, что община молится за нее, она такая стоит, молится, молится за нее, и потом она ее спрашивает, что вы чувствуете? Она такая отказывается, говорит, запах ваших духов. Ну такое тоже может быть, потому что, ну, да, вот, понимаете, вот, что вы думаете по этому поводу? Ваше мнение? Ну, такие вопросы, они, ну, просто человека, они направляют в нужное русло, ему тогда тяжело уйти в сторону. Если человек начинает много говорить один, долго достаточно, вот вы говорите достаточно долго, я говорю, спасибо, но я хочу послушать еще, вот что скажет Валечка. Да, и так можно перенаправлять беседу на каждого, на каждого человека. ну, это, это, это такой хороший метод. Важно вдохновлять людей. А насколько корректно было бы в такой ситуации, может, сразу как-то определиться, что давайте мы пообщаемся, я хотел бы, чтобы каждый высказал свое мнение, поэтому давайте мы будем учитывать этот момент. Конечно. Каждый говорит, вот, ну, плюс-минус там высказывает. Конечно. как бы регламентировать это. Не будет ли это слишком уж навязчиво? Нет, вы знаете, что мы, ну, я уже тоже сейчас скажу, потому что у нас будет еще тема о самом прохождении Лев-клуба. У нас на Лев-клубе есть правила. Мы их записываем, потому что каждый клуб, мы же серьезная организация, мы клуб, мы имеем свои правила, мы даже имеем свой герб и свой гимн. Вот. И эти правила, у нас два правила, немного, но два. Первое правило, не перебивать. И второе правило, ну, время начала и окончания, оно не должно быть затянуто. Не перебивать, что значит? Вот, например, спикер дает тему. Это включает то, что человек слушающий, он не должен перебивать спикера. Знаете, тоже высказывание из зала. Ну, люди же любят тоже высказать свое мнение, не только за столиком, но и уже сказать свое мнение по этому поводу, самому говорящему. Вот. Обязательно, и вы знаете, что вот у нас настолько это хорошо, ну, поставлено, мы напоминаем постоянно правила, каждую встречу, что мы же все-таки клуб, у нас серьезная организация такая. Вот. И люди к этому настолько, ну, не то, что привыкли, они приняли это. И даже, когда вот ведущий берет микрофон, все же, представляете, клуб начинается, все сходятся за столиками, а вот как прошла неделя, а у меня то-то, а у меня то-то, все начинают говорить. Ну, и столик, вы понимаете, что вот стою, например, я как ведущий, и вот столики, шесть столиков стоят, и люди же ко мне спиной сидят, знаете, как вокруг столика, и только кто-то берет микрофон и говорит там, добрый вечер, шалом, все, сразу замолкают все разговоры, все сразу поворачиваются, и начинают внимательно слушать, потому что соблюдаются правила. То же самое за столиком, люди тоже понимают, что когда начинает кто-то говорить, люди слушают этого человека, прислушиваются. Вот то, что вы говорите, что заранее оговоренная вот эта ситуация. Опять же, бывают всякие случаи. Бывает, человек только хочет на себя привлечь внимание. Это уже, вот мы уже говорили об этом, об такой ситуации. Бывает, человек молчит. тоже можно просто его вдохновить. Валечка, вот а что ты думаешь вот по этому вопросу? Или там, Даша, вот а ты что-то, вот что-то можешь сказать по этому вопросу? Если человек сказал, нет, у меня нечего сказать, не надо дальше к нему приставать, не надо пытаться сейчас вот в эту минуту разговаривать. Вот эту минуту может человеку действительно нечего сказать. Так что это мудрость руководителя Ну вот это вот я считаю, что это вдохновение Вот то, что мы сейчас говорили, эти вопросы Это вот то, что Фаина говорила Подход к каждому человеку Это вдохновение людей, правда же? Важно вдохновлять, научиться в дискуссии вдохновлять людей Что еще? Какая еще цель малой группы? Значит, вторая цель малой группы Это дать пример изучения Библии Хорошая цель Вот представьте, что люди приходят на Алиф-клуб Люди, которые вообще никогда не открывали Писание И таких людей, я вам хочу сказать, много А потом правила, мы еще будем говорить правила Это в самой теме будет Алиф-клуб И вот они приходят, они никогда не открывали Писание Они вообще не знают, как ориентироваться в Библии Но наша задача, ну, чтобы научить людей Начинать читать Писание Приобщить их к изучению Писания И вы знаете, что мы делаем на Алиф-клубе? Когда мы даем тему, когда спикер дает тему Он приводит места из Писания Сначала одно место из Писания на начальном этапе Там два, там все больше, понарастающе Сначала руководитель малой группы Он берет Библию Вот мы приносим с собой Библии Когда-то у нас было их больше, мы прям целый ящик приносили У нас ящик, и каждому раздавали Вот мы уже приходили, садились Если есть такая возможность, замечательно Чтобы у каждого лежала Библия на столе Сейчас мы просто приносим У нас у каждого дома несколько Библий есть Мы приносим эти Библии Сначала руководитель и помощник Они открывают место из Писания И дают людям, чтобы люди просто пальчиком следили По месту из Писания Когда спикер говорит, он даже может А, потом это Значит, потом Когда проходит какое-то же время На следующей встрече Люди могут уже сами открывать Библию Особенно после темы, что такое Библия Когда рассказывается, со скольких книг она состоит Что есть главы, есть стихи Это все рассказывается на этой теме И люди тогда уже могут самостоятельно Начинать ее открывать и искать место Писания Ничего страшного, если вначале мы говорим Что это находится на такой-то странице Это нормально Чтобы человек, знаете, чтобы человек не чувствовал себя неловко Что он вообще не знает, где это искать Он так сориентировался по странице и нашел Это тоже очень важно И когда мы потом где-то что-то читаем И когда приходит в дискуссии, в обсуждении Нам нужно какое-то место с Писания обсудить Например, притчу о блудном сцене Когда мы говорим Или еще что-то Знаете, когда мы, может быть, где-то перечитываем Это место вместе за столиком То хорошо задать вопросы Например, переспросить Ты понял? Вы поняли, о чем здесь говорится? Да, поняли Да, а вот что это значит? Ну, что это значит? Не надо, чтобы это было место с Писания Там из десяти стихов Достаточно один, два, три стиха Или еще, говорит, а это можно применить к жизни? Вот в жизни можно такое вот это применить? Да Если человек, говорит, не знает Можно вкратце что-то объяснить человеку В этом случае хорошо играет Знаете, не всегда в дискуссии Не всегда на малой группе Можно обсудить целое место из Писания В течение двадцати минут Тридцати обсуждения Потому что есть сама тема Ее тоже нужно о ней поговорить Вот тут хорошо где-то встретиться Люди очень хорошо встречаются На протяжении недели Мы даем такую возможность людям встречаться Мотивируем людей для встречи Они могут встретиться где-то на полчаса На час у кого-то в гостях Пусть не вся группа, пусть там несколько человек И могут это место Писания перечитать Поговорить о месте Писания Это тоже хорошо Можно давать наизусть учить стихи Но это уже так больше, чуть-чуть попозже Когда люди уже понимают важность Писания Очень простые стихи Как хорошо и приятно Жить братья вместе Самый простой стих Но это же хорошо и приятно В нашей семье В нашей еврейской мишпахе Правда же? Один из таких применимых вопросов Который дает людям больше общаться Когда мы задаем им вопрос А у тебя была похожая ситуация в твоей жизни? И вот они начинают рассказывать Если была похожая ситуация в моей жизни Они начинают рассказывать Как и негативные какие-то примеры Так и положительные И мы уже знаем Какие-то моменты из жизни этого человека Знаем, за что можно молиться Что ему подсказать Что посоветовать В такой дружелюбной форме И когда спрашиваешь А было похоже у тебя А ты сталкивался с таким И люди начинают говорить Когда спрашиваешь Вот так Вы знаете, еще такой один из моментов Тоже очень важный Не блефуйте Если вы не знаете Правильного ответа На поставленный человеком вопрос Потому что бывает Приходят люди на Алиф-клуб Достаточно эрудированные Достаточно знающие И люди даже, которые читали Писание Может быть дальше И знают его Может быть больше даже, чем вы Потому что вы только пришли Вы вот с прошлого Алиф-клуба Да, вы недавно покаялись Не так давно в Господе Вот И вы еще не знаете Не нужно говорить Не нужно начинать выкручиваться Там какие-то умные фразы говорить Человек же это почувствует, правда? Можно смело говорить Смело Отвечайте, что Ты знаешь, я не знаю Вот именно сейчас Я не могу ответить на твой вопрос Но я обязательно подготовлюсь Я поищу эту информацию И я тебе отвечу На следующей встрече на этот вопрос Или даже можно Если какой-то вот именно сейчас Именно нужно Ответить на этот вопрос Можно пригласить руководителя Алиф-клуба Сейчас, говорит, мы этот вопрос решим Или я сейчас спрошу Пригласить, посадить за столик И можно разобрать любую ситуацию Вот Самое главное Не выкручиваться, не брифовать Потому что люди очень чувствуют это Это тоже такой важный-важный аспект Еще третья Третья цель Это научиться вместе молиться Это нужно делать очень деликатно Самому показывать пример И первая молитва У нас вот на Алиф-клубе Это благодарение Бога за пищу Люди видят, как мы молимся Мы молимся на еврите Потому что это еврейское служение Однозначно Мы благодарим Бога Мы молимся на русском языке Простыми словами Очень важно, когда Мы друг за другом Молимся внутри малой группы Потому что бывает Придет человек и говорит Я что-то себя плохо сегодня чувствую Мы же верующие люди Люди знают, что мы верующие люди Мы сразу начинаем Говорим, давай я за тебя помолюсь Очень простыми словами Очень простыми Самыми двумя-тремя предложениями Простыми предложениями Не используйте христианские Такие глубокие термины Да Не нужно закрывать глаза Когда вы молитесь Знаете, возлагать руки Закрывать глаза Ну понятно, что мы можем На служении это делать И это Слава Богу Не молитесь на языках Вообще не молитесь пока Вообще не молитесь пока, да Да Это очень важно И когда люди увидят Настолько вы просты и искренны В молитве И что в любой ситуации Которая происходит Человек заболел Или внук у него, я говорила Заболел, да Или какая-то ситуация на работе Говорит, давайте я за тебя помолюсь Вот так вот Прямо коротко Если человек говорит об этом Если он раскрывается Вот И мы молимся за человека Я вам хочу сказать Что Бог очень сильно Отвечает на эти молитвы И вы знаете Что потом Вы можете просить Людей Тоже Нет, чтобы они молились Свидетельствовать Однозначно Это очень хорошо Кстати, да Свидетельства Об этом очень важны Это даже можно Выделять какую-то часть На Алиф-клубе Время Потом можете Просить этих людей Чтобы они помолились Друг за друга Например, вот Я в прошлый раз Молилась там За Фанечку А давай Фанечка Сегодня помолится За Игоря Вот буквально Несколькими словами Позже, конечно После того, как уже Люди видят Что такое молитва Вот Очень и очень просто И Бог отвечает На такие молитвы Вообще Первая молитва Вы можете Вспомнить себя Можете вспомнить людей С которыми вы общаетесь Там на группах Или где Что первая молитва Они вообще очень трогательны Правда? Такие Даже вроде бы Слова неумелые И подобранные неумелые Но такие очень-очень хорошие Я когда пришла На домашнюю группу Я когда первый раз Услышала молитву на языках Я подумала Ну сразу Пришла Вот они молятся на языках А я же стеснялась Спросить Вот как это Что-то Я думаю Ох, как иврит Все знают Хорошо Я даже не знала Что Я просто Они не понимали Не думали, что я не знаю Потому что я что Молчала Я вообще молчала долго Я уже говорила вчера Очень долго молчала Ничего не спрашивала И первая моя книга С которой я познакомилась С Библией Это была Левит На домашней группе Вот Я помню Я сидела Они читают Левит А я вот смотрю И только поднимаю глаза У меня начинают волосы шевелиться На голове Вот Но потом У меня был очень чуткий Тоже руководитель Домашней группы Женщина Она Потом Когда я ей все-таки говорила Что я там Многого не понимаю Вот когда мы читали Библию Вот Они читают По очереди Читали Там были бабушки На группе У нас И дети были Вот И мы читали И вот У меня где-то только вот так Она смотрит на меня Понимаете Вот это вот то же самое Что можно Как руководитель хороший Я новый человек Все читают Я читаю Я слежу Где-то у меня рука Или остановилась Или я глаза подняла На каком-то слове Она Стоп-стоп Давайте Ира Какое ты слово не поняла Что ты не поняла Я говорю А что такое одесную Вот я не понимала Что такое одесную Вот она говорит Одесную Это вот По правой руке От Бога Все Поехали дальше Это вот Знаете Хорошо Когда мы Как руководители Будем такими Чуткими И внимательными Да Да Значит Что дальше Четвертая Четвертая цель Развивать Прочное отношение В теле Мессии Может такая Такая фраза Но вы запишите Сейчас мы ее разберем Вы знаете Что мы увидели Мы обнаружили Что в течение Этих месяцев Люди Сильно Сдруживаются У них Налаживается Очень прочная Хорошая Связь Друг с другом Правда же Вот люди Уже не просто Люди Которые приходят Раз в неделю Они уже Друзья все И это хорошо Вы знаете Что лидер Помощник За это время Он должен Очень хорошо Познакомиться С каждым Человеком Хорошо Когда лидер И помощник Будет знать Семейное положение Каждого человека Где кто работает В каких условиях Живет Когда действительно Этот человек Не станет Для него Просто приходящим И уходящим Или человеком На один день Или человеком На два часа Это будет Действительно Глубокие Хорошие Дружеские Отношения Очень хорошо Когда лидер В первый же День Знакомится С людьми И сразу Запоминает Их имена Вы знаете Когда к человеку Ну вот Вспомните Вот тоже Даже вот Поставьте себя На их место Когда вы только Пришли А к вам Уже обращаются Не забыли Что ты Ира И к тебе Обращаются По имени Постоянно Сразу знают Твое имя Мы в этих В этих случаях Знаете Когда у нас Было много людей Мы Бэджики Использовали У нас приходят Люди Вот лежат Вот бэджики Давайте Познакомимся Мы в бэджик Записывали имя И вешали бэджик К каждому человеку И себе Понятно Потому что Даже если Мы готовы Запомнить Каждого человека Вот Знаете Бывают люди Которые старшего возраста Они даже Не могут запомнить Своё имя Не своё имя А Ну Имя руководителя Столика Помощника А тем более Всех Кто сидит Рядышком И для того Чтобы человек Себя не чувствовал Неловко В этой ситуации Мы Бешаем им бэджики Это хорошо Я вам хочу сказать Что игры на знакомство Мы проводим Тоже Такие хорошие игры Вот Там Вы же знаете Игра Снежный ком Например Это можно сделать И за столиком На весь Алифа Его не надо проводить Потому что Это будет Очень долго А если маленький Да можно провести А потом Вы знаете Мы потом говорим А теперь давайте Познакомимся Всем клубам Стоит 6 столиков По 6 человек Людей Там Руководителей Там у нас Целая компания Мы говорим А теперь давайте Все познакомимся И все громко Скажем Как вас зовут И такой Гул Такой Да-да-да Все Все сказали Ну это Это смешно Это весело Когда вот такая компания Это действительно весело Оно разряжает обстановку Мы например Знакомимся Мы представляем Каждого человека Можем представить Каждого человека Особенно Когда приходят Новые люди Вот уже Несколько Алифов Прошло И пришел Новый человек Вот он Первый раз Мы представляем Мы хлопаем ему Что вот Мы хотим поздравить Что вот Друг друга Что у нас сегодня Новый гость К нам пришел Мы верим Что это будет Член нашего Алифа Клуба Мы хотим его поздравить Значит человеку приятно Человек говорит свое имя И так достаточно Такая хорошая Обстановка На клубе У нас И так же Эти отношения Развиваются еще Через встречи На протяжении недели Вот этой малой группы Как же людей собрать Ну вот Люди работают Люди заняты Вот они встречаются В воскресенье У нас сейчас На Алиф клубе Но можно же встретиться Среди недели И вот у нас есть Несколько таких Моментов Продуманных Где люди же Могут встретиться Например Один из этих моментов Дается задание На одной из Алиф встреч Вот вы Что это такое Мы говорим Столики Столики А вот этот столик Вот сейчас Очередь этого столика А вот эта очередь Этого столика Ну правда же Это уже как-то Что же мы так Да-да Ну что ж Мы же не столики Мы же Мы же люди Да Вот Мы не просто люди Мы команды Да Мы команды Вот Но мы же не можем Тоже Сколько же можно говорить Команда номер один Команда номер два Мы предлагаем Вам среди недели Собраться И на следующей неделе Прийти На Алиф клуб С подготовленной Такой программой Придумать название Вашей команды И обязательно Придумать Ну защиту Такую название Вашей команды Или как это еще Такое Подскажите Защитить свое название Про А? Нет-нет Продемонстрировать Или вот как Такое слово Вот И что же делают люди Ну сейчас это слово Вспомню Я не знаю Есть такое слово Хорошее Вот Что же Презентовать Спасибо большое Презентовать Вот вашу команду Название Вашей команды И всю вашу команду И что же делают люди Представить Да Спасибо Они обязательно Собираются Среди недели А то и два раза Они начинают Придумывать Стараются Они придумывают Название Они рисуют Какую-то Свою эмблему Они пишут Песню какую-то Обязательно Или сценку Или стих Какой-то И это все Потом на Алиф клубе Мы обыгрываем И разыгрываем А теперь выступает Команда Ромашка Вот они Назвали себя Ромашка Вот они Выходят Такие бабушки Наши Например Например Выходят И начинают Что-то делать Или ребята Молодые Вы знаете Это настолько Сплочает людей Соединяет Ну вы по себе Знаете Что когда мы Захвачены Какой-то Творческой идеей Это всегда Соединяет людей И независимо То ли тебе 20 лет То ли тебе 50 лет То ли тебе 70 лет А особенно Если тут 20, 50 и 70 Вместе Это вообще Замечательно Так что Вот это Такой Один из моментов Соединения Вот этой Команды Уже Внутри Малой группы Ну что еще Может быть Это может быть Совместное Просто Отмечание Дня рождения У кого-то Вот за За столиком День рождения Можете собраться Руководитель знает Что день рождения Того-то человека И он например Даже может пригласить Всех к себе Домой И поздравить Этого человека С днем рождения И даже подарить ему Тортик Который все могут Потом вместе Скушать Это хорошо И тут Знаете Для фантазии Нашей Вашей Тут творчество Это просто Ну Поле Тут можно Какие хотите Применять Способы И метод Пятая Цель Научиться Служить Друг Другу Вот эта цель Хорошая цель Малой группы Научиться Служить Друг Другу Вы знаете Что Очень важно Нам как Лидерам Нам как Руководителям Вот я говорю Сейчас руководителям Малой группы Руководителю Помощнику Своим примером Служить Для людей Мы должны Начинать Служить Этим людям И просто Подключать Друг друга В служение Друг другу Мы Семья Мы Наш народ Вообще Мы просто Должны Служить Друг Друг В наше Время Сейчас Мы должны Сплочаться И вот Это служение Друг Другу Она Очень Важна Для Созидания Вот Ну Всей команды И всего Тела Когда Мы Начинаем Служить Другим Людям Когда Мы Как Руководители Служим Людям Которые Приходят Нам На Лев Клуб Как Мы Служим И молимся И Подсказываем И Су Переживаем Мы Человек Делает Ремонт Мы Помогаем Мебель Переставить Там Где-то Что-то Если Нужно Человеку Там Картошку Выкопать Вы знаете Можем Поехать И картошку Выкопать Если Такая Есть Нужда Вот И Люди Видя Наше Служение Они Тоже Начинают Друг Другу Служить Помогают Друг Другу Подключайте Всех Людей Вы Можете Даже Ходить В гости Друг Другу Беря Какого-то Не только Помощника Допустим Руководили Помощник А еще Прихватывая Кого-то С команды Со столика Я имею ввиду Не с команды А именно С вашего столика С малой группы И то Что говорила Фаина Что нужно Подключать Людей Не привязывая Только к себе А подключать Это Очень важный Фактор И Шестая Цель Она Вот Похожа На эту Обучать Других Служить Тоже Личным Примером Подключая Их Прихватывая То что Мы говорили Знаете Что Я Когда Смотрю На наш Клуб И когда Вижу Что наши Люди Они Вот мы Разносим Ужины Сначала Где-то Первую Вторую Третью Они еще Сидят Смотрят На это Все А потом Они уже Сами Начинают Вставать Начинают Разносить Чай Помогать Нам Начинают Это уже Начало Где-то Что-то Приходит Когда новый Человек На Алиф Клуб Они уже Как бы Хозяева Они уже Стараются Этого человека Посадить Позаботиться О нем Встретить Этого Человека Это Знаете Это такая Хорошая Какая-то Хорошая Тема Алиф Клуб Мы расскажем Об этом Мы расскажем Об этом Тоже Расскажем Вот уже Как проходит Сам Алиф Клуб Это просто Для того Чтобы мы Не ушли Сейчас От темы Как проходит Алиф Клуб Мы расскажем На следующей Встрече Обязательно Ну вот Такие Шесть Целей Малой Группы Цели Хорошая Правда Пастырской Опеки И как Вести Малые Группы И мы Еще Будем Дальше Говорить Тем О служении Если Это Все Будет Выдержано То Это Будет Очень Иметь Хороший Результат Эффект